Так вот, в этом заключается глупость человеческая, потому что это и есть неправильная жизнь, это называется внешне направленная жизнь, жизнь, в которой истины нет. Истина заключается в смирении. Когда человек принимает на себя судьбу, он говорит, я во всем виноват, Господи, пожалуйста, объясни, ищет наставника себе, чистую душу, пускай даже на иконе сначала, чтобы сердце хоть как-то связать с истиной. Это не как-то, это реальная будет связь, но мы просто об этом не знаем. Мы не знаем, что даже люди, которые живут вместе, они живут на самом деле далеко друг от друга, если они не связывают свои сердца во внутренней жизни. Но нужна внутренняя жизнь, означает, вы хоть раз вот сели и подумали, я хочу тебя простить, я хочу тебя простить, я желаю тебе счастья вот с этим человеком, вот просто без него. А внутри себя о нем думайте и думайте, желайте ему счастья, не думайте, а что он меня не любит, это не внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь означает отдавать, отдавать, прощать. Вот когда человек внутренней жизнью живет, от него уйти невозможно, потому что он близким становится. Но вы с этим человеком не были близки, каждый из вас доказывал свое. Он свое доказывал в жизни, вы свое доказывали. Это не близость, это и не любовь так же. Любовь означает отдавать, а не доказывать. Почему так в жизни у нас происходит? Потому что нас никто не учит жить. А почему никто не учит? Потому что мы и не хотим. Мы не принимаем как старшего никого в своей жизни. У нас нет старших. Ведь смотрите, муж и жена друг другу постоянно правду говорят. И как еще говорят со всей силы, ты такая вот, ты бы была вот такой, было бы лучше. Она слушать не хочет. Она ему свою правду говорит. Ну то, что я ему сказал, неужели вам муж не говорил этого? Каждый день, да? Ну когда мог, когда мог говорил, когда вы вводили из равновесия. Люди обычно молчат до последнего друг с другом. Молчат, потому что знают правду, близкий человек слушать не хочет. Молчат, молчат. Когда выходит из себя, они начинают правду кричать со всей силы. Ты такая упрямая, я уже устала. Со всей силы кричит правду, она не слышит. И так близкие люди нам уже сто раз правду о нас говорили. Мы ее не хотим знать. Потому что мы в этом мире бунтуем, не живем, а бунтуем. Мы не хотим вот понять, что я вот такой несчастный, плохой, злой. Надо стать хорошим. Мы бунтуем против этого всего. Мы не хотим знать эту истину. Вот я сидел с наставником, со своим, разговаривал сейчас 40 минут назад. Он мне одну вещь сказал, а я такой. Только потом себя на этом поймал. Вот точно лекции читаю каждый день, а сам точно такой же. Разницы нет. Я говорю, а он вот так вот. Он говорит, ну хорошо, он вот так, а речь-то сейчас о тебе. Я такой, поймал. Видите, как мы устроены? Удивительным образом. Вся ложь, которая заставляет нас страдать в жизни, она сидит вот здесь на самом деле. И некому сказать просто. Почему? Потому что мы не хотим никого слушать. Вот в чем проблема. Мы все знаем. Вот это и есть самая первая ложь, которая в жизни человека существует. Я все знаю. Я и так все знаю. Не учите меня жить, Элочка Людоедка. Помните 12-й лифт? Классический вариант, который у нас здесь сидит у всех. Вот в этом проблема вся. Вот смотрите. Начинаем раскаиваться. Результат какой? Какой угодно. Это уже результат уже нами не предсказывается. Но он всегда хороший. Вот в чем дело. Вы начинаете раскаиваться. Я такая, я вот сякая, я не хочу быть такой. Пожалуйста. И святому человеку молитесь, вот так говорите. Говорите, что происходит? Сердце очищается от той силы, которая разрушила отношения. Это же оттуда пришло-то. И сердце из вашего. И что происходит? Ваш муж, который от вас еще никуда не ушел на самом деле. Никуда не ушел. Господь его держит рядом с вами. Просто ни вы об этом не знаете, ни он. И он не сможет сейчас зафиксироваться ни в каких отношениях до определенного времени. Потому что вашему браку еще дано время. И вот в вашем сердце знание об этом тоже есть. Так же, как в моем сейчас. Чувствуете, да, что есть тепло какое-то? Но вы не готовы. Вы не готовы сделать так, чтобы его потянуло назад. Вы не готовы к этому. Вот именно об этом и речь сейчас идет. А не о том, его искать или другого искать. Мы же не ищем. Господь сейчас эти отношения сохранил. Потом, когда это будет невозможно, он вас будет наказывать какое-то время. В угол поставит на много лет. Один, совсем один. Понимаете? А потом, другого даст человек. Опять же, он будет держать эти новые отношения до последнего. И так постоянно у нас в жизни происходит. А сейчас пока эти отношения. Эти отношения остаются. Если вы будете вести себя правильно, он его потянет назад. Но правильно означает, только на своем огороде стекла собираем. Вот что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, как бы он себя не вел, это мое дело. Нет. Мое дело разобраться вот с этим, что у нас там внутри. Все. Все остальное не мое дело. Тогда его потянет назад. Он поймет, что воинственная группировка, которая вышибла из дома его, вышибла из дома, она уже больше не функционирует. А его вышибла из дома воинственная группировка, понимаете? Которая сидела внутри вас, в вашем сердце. А сейчас она вдруг пошатнулась. И смотрите, как вы задали вопрос. Смотрите, стиль. Олег Геннадьевич, на эту записку, на эту! Это и есть воинственная группировка. Она и с тебя сработала тоже. Мне! Даешь! Кто кого бросил? Он виноват! М? Согласна? Спасибо вам большое за то, что вы выслушали меня. Это было очень трудно. Я вам очень благодарен, потому что все люди кое-что поняли. В том числе и я. КОНЕЦ Продолжение следует...